Дорогие мои, поздравляю вас с последним понедельником 2023 года, цвет белый, английский цвет, цвет небесной иерархии. Мы прощаемся со всеми понедельниками тяжелыми, стрессовыми 2023 года в лице вот нынешнего дня, с наступающими событиями, очень важными в истории человечества и для нас всех, и для каждого в отдельности. С чем я вас и поздравляю. Сегодня день Архангела Михаила и всех девяти чинов ангельских. Это тоже важный момент, тоже с праздником этим вас поздравляю. Ангельский день небесных воинств Архистратизии. Молим вас пресно, мы недостойны до вашими молитвами. Оградите кровоокрил невещественные ваши славы. И читали сегодня молитву Архангелу Михаилу. Значит, о чем я хочу рассказать. Сегодня надо вспомнить о той службе, которую в субботу мы не заметили с вами. Я не заметил, это моя вина. Значит, 24 декабря, в субботу, в этом году выпало на субботу, о чем я должен тоже рассказать. Отмечает свое основание в 1991 году указом президента тогда РСФСР Бориса Николаевича Ельцина Федеральное агентство правительственной связи, секретная служба ФАПСИ, сокращенно. Эта служба обеспечивает защиту информации государственных органов внутри страны и снаружи, во внешнем мире. Значит, секретность и безопасность системе государственного управления. Это техническая связь, шифры различные и так далее. Значит, агентство правительственной связи. То есть, уже понятно уровень, статус и так далее. Этого праздника нет в Википедии. Обычно она точная, так указывают все службы. Я даже прочитал, в ноябре был день, значит, секретной службы Министерства обороны. То есть, где-то они освещают какие-то службы государственные в России, а где-то они, так сказать, проходят мимо. И надо искать другие источники. И вот я вчера нашел. Значит, окончательный правовой статус этой службы ФАПСИ, секретной службы ФАПСИ, был определен указом, значит, законом, вернее, от 19 февраля 1993 года. Это была пятница, день Голгофы. То есть, служба напрочь отныне с того времени, то есть, в следующем году, 19 февраля, служба будет отмечать 30-летие своего, значит, узаконивания, то есть, когда закон по этой службе был принят. Пятница Голгофа жертва, то есть, эта служба жертвует своими сотрудниками, их здоровьем, их временем, их жизнью, значит, для того, чтобы защитить секреты государства, правительственная связь, вневедомственная связь, значит, опять же, шифры различные, защита информационных отношений с другими странами, то есть, в ту пору, конечно, не было компьютеров, не было мобильной связи, 91-й год, 93-й, теперь это все появилось, служба разрослась, появились новые отделения, отделы, направления и так далее, руководят, естественно, этой службой только генералы, не ниже уровня генерала-лейтенанта, значит, государство уделяет этой службе должное внимание, поэтому, значит, служба особенная, ФАПСИ, напомню, Федеральное агентство правительственной связи, секретная служба. Значит, вот 24 декабря 1991 года, то есть, 30 лет отмечали они в прошлом году, она была создана, значит, это был вторник, то есть, тогда страна, значит, переходила в тяжелый период, СССР развалился, благодаря тому же Ельцину, президенту РСФСР, его заслуга, сразу же была образована вот эта секретная служба ФАПСИ, 9-е отделение КГБ СССР полностью перешло в подданство уже современной России, то есть, оно отвечало в Советском Союзе 9-е отделение, вот, за секретность связи, там, переписки, шифрования и так далее и тому подобное. Это был вторник, то есть, в 91-м году, 24 декабря, вторник Бог Марса, войны, разрушений, конфликтов, завоеваний, то есть, сразу был обозначен в тот 1991 год статус службы, военная организация. Конечно, там есть сотрудники гражданские, есть компьютерщики, есть обеспечивающий персонал и так далее, конечно, свои агенты, спецагенты и так далее, то есть, это секретная служба на уровне ФСБ, конечно, меньший штат, это само собой, действующих агентов тоже меньше, но статус и охват службы очень высокий. Я поздравляю сотрудников ФАПСИ, секретной нашей российской службы, с прошедшим в эту субботу профессиональным праздником, накануне католического, так сказать, Рождества. Подарок вам Ельцин сделал, основал ваше федеральное агентство, так сказать, «Привет католикам-англосаксам на Рождество, такой подарок накануне». Значит, и вот в субботу вы отметили. От всей души поздравляю ваших родных, близких, семьи, детей, ваших родителей, кто работал, начинал, потому что служба династическая, то есть, в Российской Федерации все спецслужбы династические, от отца к сыну, от деда к сыну, потом к внуку и так далее. Служба всех проверяет, интересуется всеми, само собой связи, за границей и так далее, родословные, в общем, все как положено, потому что в секретную службу просто так не попасть. Итак, основана во вторник, День Иоанна Крестителя, День Правды, то есть, вся правда передается через ВАПСИ информация, точно и достоверенно, на высший уровень, нужным спецслужбам, само собой, потому что главная задача – противодействие угрозам безопасности России в пределах компетенции ФАПСИ. То есть, ФАПСИ с ФСБ не конкурирует. Но без ФАПСИ КДБ в прошлом, а теперь ФСБ, не смогла бы функционировать должным образом. Поэтому я понимаю, почему ФСБ и ФАПСИ не объединяют, то есть, ФАПСИ не переходит в какое-то подразделение ФСБ. Это должны быть равносторонние службы, помогающие друг другу, взаимодействующие друг с другом и так далее. Еще раз праздником поздравляю, а теперь прогноз. Прогноз такой. День службы выпал в этом году, 24 декабря, на субботу. Вот эту вот субботу, которая прошла. Это плохо. Это в очередной раз говорит о конфликте внутри структуры, о сформировавшихся годами проблемах, которые необходимо решать безусловно. Финансирование, расширение, увеличение штата, значит, внесение дополнительных функций, расширение функций ФАПСИ, секретной службы, кадровый состав, проверка, перепроверка, потому что военные действия, потому что СВО, специальная военная операция, и статус ее может поменяться в 23-м году, это уже все понимают, все службы, что это сделает только один человек, президент Российской Федерации. То есть, когда у службы любой выпадает день основания на субботу, это проблема. Это накопившиеся функциональные, структурные проблемы. Что-то где-то сократить, что-то где-то объединить, что-то где-то омолодить кадрами и так далее, пропустить через новые фильтры, проверки и так далее, взять под контроль тех украинского происхождения, специалистов, у которых есть родственники на Украине. То есть, сейчас это все надо осмысливать, осматривать, переделывать, перестраивать и так далее. Потому что, еще раз говорю, суббота – знак застоя, застарелости, это переход в новое развитие, потому что у ФАПСИ секретной службы следующий год воскресный, расцвет, процветание, раскрытие потенциала. А в этом году, с учетом 23-го года, сейчас будет очень срочно, качественно глубоко перестраиваться система ФАПСИ. Кадровая, содержательная, по подразделениям и так далее. Конечно, обновление техники, необходимого оборудования и так далее. Потому что мы понимаем, я это в прогнозе на 23-й год, я уже этот прогноз на 23-й год, представьте себе, разбил на 20 частей по темам, 20 частей сегодня вот утром. Может появиться еще три, что 23-й и 23 части про 23-й. Скорее всего, так и будет. Там от погоды, климата, здоровья, спецслужб, терроризма, религии и т.д. и т.п. То есть по многим, по многим темам. Авиация, космос, наука, кинематограф. Все-все-все подробно вы про 23-й год в этом году узнаете. Не как в тот раз на 3 части 22-й год я разбил, это мало. В этом году все будет по-другому, потому что год апокалиптический. Год Марса, войны, разрушений, конфликтов. Во всем мире, во всем. Об этом тоже будет одна из частей, посвящена по разным континентам. Я расскажу, что ждет в 23-м году. Поэтому ФАПСИ в кризисе, в застое, срочно за этот год, до следующего декабря, значит, 23-го года, до 24-го числа, структуру надо перестроить, переделать, омолодить, вычистить спецагентов двойного назначения, так сказать, троянских коней, чтобы они не сливали информацию, не передавали коды и так далее. То есть, это проблема. У каждой службы все спрятано, все закрыто, никто ничего не хочет, само собой, выносить ссоры с избы, но в данном случае это необходимо. Так что у ФАПСИ тяжелый год, очень много работы, каждый день напряженный график, растянутость, так сказать, службы по времени работы, 24 на 7. Люди, конечно, будут уставать, надо уже новые кадры вводить, стариков, пенсионеров выводить, хоть они там 7-5 и во лбу, специалисты, им надо дать покой, пусть доживает свой век, под контролем государства, само собой. А новые кадры вводить, династические и так далее. Да, иностранцев водить, нами завербованных, на нас работающих, потому что ФАПСИ имеет право подавать прошения, это я только знаю, никто не знает, я только знаю, имеет право подавать президенту лично на подпись утверждения гражданства Российской Федерации для особых специалистов, которые решили послужить России и войти в систему России и так далее. Такого вы нигде не услышите, только от Александра Юрьевича Роженцева. Поэтому все это надо запустить, сделать и так далее. Самое главное, новое финансирование, переоборудование, введение новых кадров и чистка. Вот что я хотел сказать. Еще раз с праздником, дорогие наши секретные сотрудники ФАПСИ, поздравляю вас с поклоном. Берегите себя, вы наши ценнейшие кадры. Я очень рад, что познакомился в этом году с вашей службой. Надеюсь, будем общаться, дружить и если чем смогу помочь, рассказать что-то или посоветовать, буду всегда рад. Распространяем это видео, ставим лайки, можете оставить комментарии, если хотите. Ютуб это любит для распространения. Не скупитесь на слова и хорошие, и плохие. Я все выдержу. С Божьей помощью. До встречи. Идет дальше. Субтитры сделал DimaTorzok